Привет, ребят! Вы смотрите канал, посвященный разработке игр в одну харю без особых навыков. Сегодня мы с вами будем пытаться сделать клон Арканойда. Это такая древняя, всем известная игра, в которой палочка разбивала блоки с помощью мячика. Так как мой уровень программирования равен практически нулю, и я панически боюсь это делать, мы начнем не как все нормальные люди с прототипа, а попробуем сразу прикинуть что к чему и сделать всю необходимую графику. Для этого я решил воспользоваться босяцкой программой для пиксель-арта и стима, называемой Ace Pride. На распродаже ее можно урвать рублей эдак за 100. Но честно говоря, потом я еще не раз пожалею о таком выборе программы. Изучив в гугле обличия разных современных клонов Арканойда, я решил попробовать сделать свой в фэнтезийном стиле, так как ничего подобного мне на глаза не попалось. Немножко о поставленном техническом задании. Я планирую делать Арканойд в самом простом его виде, так чтобы игрок мог запускать мячик, мячик бился бы об стены, об палку, разбивал разноцветную плитку, мог провалиться в пропасть, из-за чего игрок терял бы жизнь или заканчивал игру, и таким образом построить три уровня. Начнем с простого, с доски. Я сразу решил делать ее в золотом цвете и добавить ей некоторое количество деталей, таким образом, чтобы она получилась интересной, но при этом не притягивала к себе слишком много внимания. Углубленные спиральные узоры я решил не делать, потому что это получалось слишком грязно, и вместо них я решил добавить разноцветные камушки, но не слишком яркие. Заливка палки – это простой градиент с небольшим изломом снизу. Тут я решил немного поэкспериментировать с фоном и временно остановился на темно-коричневом. Также я решил добавить изумруда на ушах палки. Сделав примерный макет палки, я стал делать мячик. Размер мячика я выбрал из соображений, чтобы в него поместился прикольный красный камушек, что есть полный провал с точки зрения геймдизайна. Скорее всего, на этапе сборки игры мне это еще откликнется. Посмотрев на результат, я понял, что палка получилась слишком уж длинная относительно мячика. Играть так будет слишком просто. Я тут пытался найти какое-то компромиссное решение, но, к сожалению, пришлось просто отрезать уши. Если... если... меня хватит, то в самом конце я сделаю выпадающий бонус, позволяющий отрастить эти уши обратно. Тут я начинаю промерять расстояние до будучих стен и потолка. Так как в Вейспрайте нет инструмента подобного линейки, я пользуюсь подручными средствами. Начинаю считать по пикселям, получится ли разместить ряды блоков. Вроде бы все получается. Начинаю рисовать завитушки для стен, так как это единственный вид узоров, который я в состоянии воспроизвести. Я пытаюсь сделать завитушки заглубленными внутрь узорами, но получается какая-то лажа. Сама форма завитушек мне нравится, поэтому я начинаю искать другое решение. Логичным решением становится сделать эти завитушки ветками и нарисовать поверх них листья. Только так становится непонятно, как соединять их с золотыми стенами. Но я подумаю об этом потом. Так как у меня ушло 4 часа, на то, чтобы нарисовать эти листики, я сильно укорочу показанный рабочий процесс. Надеюсь, что ваши навыки рисования лучше моих и вам не приходится тратить столько времени на подобную ерунду. Сначала я хотел сделать этим веткам корневую систему и в итоге составить из нее стены, но это оказалось для меня довольно проблематично. Плюс я хотел сохранить золотые стены, чтобы они гармонировали с палочкой. Поэтому я просто решил выбрать пиксели вокруг веток, чтобы как-то подчеркнуть их. В конце концов, пиксельные игры испокон веков содержали объекты, не поддающиеся расшифровке мозга. Далее я сделал два варианта градиента стен, более яркие и более спокойные, и предложил своему 2,5 годовалому сыну выбрать, какой из них лучше. Сын показал на более яркий, поэтому я решил продолжить работать над ним. После добавления в сцену разноцветных блоков, у меня стало рябить в глазах, и мне все-таки пришлось вернуться к более тусклому стилю стен. Так что могу ответственно заявить, что 2,5 годовалые дети не всегда являются хорошими советчиками при изготовлении компьютерных игр. К сожалению, масштабирование Waste Pride работает дискретно, то есть 100, 150, 200 и типа того процентов, поэтому у меня часто не получается удачно разместить сцену на экране. Далее я начинаю располагать макеты кирпичей в получившемся стакане, и понимаю, что, о ужас, я где-то накосячил в расчетах, и у меня не помещается ровное количество кирпичей в ряд. Поэтому не берите пример с меня, а сразу проверяйте, соответствует ли ваше рабочее пространство его функционалу. А еще лучше начинайте изготовление игры с прототипа, а не с графики. Я попытался убрать 6 лишних пикселей за счет перемещения стен, но так получались слишком явные швы, которые пришлось бы слишком долго замазывать. Поэтому у меня оставалось два варианта. Либо сделать альтернативные маленькие блоки шириной, либо в 6, либо в 3 пикселя. Либо же оставить зазор между блоками и стенками. Я выбрал оставить зазор, так как мой мячик имеет большой размер и ни за что в него не пролезет. Далее я принялся за блоки. Я хотел сделать их ощутимо объемными из материала визуально среднего между камнем и металлом, возможно чем-то похожим на керамику. Это должны были быть аккуратненькие кирпичики с выступающей текстурой. Я старался как мог. В это время выявился серьезный недостаток программы и спрайт. Помимо того, что в ней не оказалось линейки, в ней также не оказалось фильтров. То есть для того, чтобы уменьшить насыщенность цвета или поменять цвет, мне всегда приходилось пользоваться слоями, что занимало очень много времени и было довольно неудобно. В итоге у меня получились кирпичики трех основных цветов, трех основных сочетаний соседних цветов, серые кирпичики, по которым надо стучать два раза, и белые кирпичики, которые не бьются. Перейдем к одной из последних и к самой вонючей для меня части работы над графикой. Это изготовление тайлофона. Я сразу знал, что я буду делать его в стиле геральдики, и я сразу знал, что это будет для меня сложно. В голове я себе рисовал картину из сплетающихся щитов, но на практике получилась какая-то ерунда, поэтому пришлось привлечь туда змей, а также какой-то спонтанный орнамент. Также я с самого начала знал, что я буду использовать так называемый пиллоу шейдинг, потому что какую-то нормальную модель освещения я просто художественно не смог бы исполнить. Испрайт не умеет отдельно мастить один слой, поэтому мне пришлось сделать тайл в отдельном файле, и потом импортировать его в общую картину, что вызвало различные несостыковки по цветам. Сложно сказать, сколько времени у меня заняла работа над фоном, но это была долгая часть рабочего процесса. Она включала в себя правки исходного тайла, несколько попыток мощения стакана, а также бесконечную возню со слоями и цветокоррекцией. Заключительной частью работы над графикой стала работа над фоном вокруг стакана и работа над тенями внутри него. Покадровую анимацию я решил делать в самом конце, если останутся силы. Вся требуемая мне анимация может быть сделана внутри игрового движка за счет изменения масштаба объектов, изменения их прозрачности и игры с их цветом. Как решение для фона вокруг стакана, я выбрал зеленоватый градиент, который расходится от темного к светлому изнутри. Тени внутри стакана были сделаны довольно жирно, чтобы обращать на себя внимание даже невооруженного взгляда. Вот таким визуально вышел мой фэнтезийный арканоид. Если вы следовали за видео и сделали свой вариант, обязательно сделайте скриншот и пришлите его мне в твиттер. Также дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько вам было комфортно или некомфортно смотреть это 7,5 минутное мигание. Далее будут видео по музыке и звукам, а также по программированию внутри движка, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь и тыкайте в колокольчик. На сегодня это все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok